Здравствуйте! Урок математики 4 класс. Раздел 2А. Умножение и деление. Тема урока обобщение изученного. Цель сегодняшнего занятия – обобщить знания по разделу. Итак, давайте начнем наш урок с небольшого устного счета. Слушайте внимательно и постарайтесь дать правильный ответ. Первое. Уменьшите 360 в 4 раза. Верно. Ответ будет 90. Следующее. Второе. Найдите частные чисел 287. Правильно. Ответ 40. Третье. Чему равна площадь квадрата со стороной 8 см? Правильный ответ – 64 см2. Четвертое. Какое число надо разделить на 4, чтобы получилось 20? Правильно. Ответ будет 80. Пятое. Какое число в 12 раз больше 5? Правильный ответ – 60. И слушаем внимательно последнее. Чему равно произведение чисел 14 и 5? Правильный ответ – 70. Проверьте, пожалуйста, свои ответы еще раз. Продолжим наш урок. Задание под номером 1. Определи количество цифр в частном, не выполняя вычислений. Будьте внимательны. При необходимости поставьте видео на паузу. Давайте проверим ваши вычисления. Проверьте полученные результаты. При необходимости поставьте видео на паузу. Итак, давайте разберем. В значении первого выражения количество цифр будет равно 5. В значении второго выражения количество цифр будет равно 6. И, наконец, в значении третьего выражения количество цифр будет равно 7. Ребята, заметили ли вы, что количество цифр в частном совпадает с количеством цифр в делимом? Да, значит, отличная работа. Продолжаем далее. Задание под номером 2. Необходимо вычислить значение выражения. Данное задание вы можете найти в учебнике на странице 72 под номером 3. При необходимости поставьте видео на паузу. Будьте внимательны при вычислениях. Вспомните алгоритмы. Давайте проверим правильность ответов. Проверьте полученные результаты. При необходимости поставьте видео на паузу. Если вы допустили ошибки, исправьте их. Продолжаем далее. Задание номер 3. Данное задание вы можете найти также в учебнике на странице 73 под номером 6. Ответьте на вопрос задачи, используя данные из таблицы. Слушаем внимательно задачи. На 100 километров пути автомобиль расходует 11 литров бензина. В какой населенный пункт можно съездить из Нур-Султана и вернуться обратно, не заправляя автомобиль, если в его баке будет 55 литров бензина? Сколько километров можно проехать без заправки на полном баке? Обратите внимание на таблицу ниже. В данной таблице содержатся данные о расстоянии между городами. При необходимости поставьте видео на паузу. Давайте проверим решение. Итак, для начала разберем. Нам известно, что в баке будет 55 литров бензина. Мы помним о том, что на 100 километров пути расходуем 11 литров бензина. Давайте узнаем, сколько раз мы можем проехать по 100 километров. Для этого 55 нужно разделить на 11. Правильный ответ 5. 5 раз можно проехать по 100 километров. Давайте узнаем, какое расстояние мы можем преодолеть при условии, что в баке будет 55 литров бензина. Для этого нужно 5 умножить на 100. Правильный ответ – 500 километров. Значит, при условии, что в баке будет 55 литров бензина, мы можем преодолеть расстояние, равное 500 километров. Давайте вычислим, куда можно съездить. Первый город – это город Кокшетау. Расстояние между городами составляет 310 километров. Для того, чтобы узнать, нам необходимо умножить на 2, так как маршрут лежит туда и обратно. 310 умножаем на 2. Ответ – 620 километров. К сожалению, бензина не хватит, чтобы преодолеть данный маршрут. Следующий город – Караганда. 262 километра. 262 умножаем на 2. Ответ – 524 километра. К сожалению, бензина не хватит, чтобы преодолеть данный маршрут. Следующий город – город Экибастузь. 338 километров. 338 умножаем на 2. Ответ – 676 километров. К сожалению, бензина не хватит, чтобы преодолеть данный маршрут. Последний город – это город Щучинск. Расстояние между городами составляет 239 километров. 239 умножаем на 2. Ответ – 478 километров. Для преодоления данного пути у нас достаточное количество бензина. Значит, ответ на вопрос задач будет город Щучинск. Если вы допустили ошибки, пожалуйста, исправьте их. При необходимости поставьте видео на паузу и просмотрите решение еще раз. Далее. Самостоятельная работа. Задание 1. Необходимо вычислить. В данной самостоятельной работе вам необходимо записать деление многозначного числа на трехзначное каждого выражения. Затем найти значения первого и второго выражения. Будьте внимательны. При необходимости поставьте видео на паузу. Давайте проверим вашу работу. Проверьте полученные результаты. При необходимости исправьте ошибки. Надеюсь, сегодня на уроке у вас все получилось. Спасибо за внимание. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...